Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Я сегодня вас приглашаю в классный выпуск. Мы сегодня в Адлере, я приглашаю вас погулять по Адлеру, посмотреть, что сегодня творится на море. Сколько уже людей подтянулось в Адлере, в целом в Сочи, показать эту обстановку. У нас наконец-то наладилась погода. Сегодня покажу вам немножко набережной реки Мзымта, покажу вам пляж Чайка, он же Мандарин, он же Жемчужина Сочи. Я не буду затягивать, ставьте лайк перед началом просмотра и погнали! Итак, мы сейчас с вами находимся в комплексе Мандарин. Неоднократно уже его показывал, посмотрите выпуски. Здесь очень клево гулять, здесь своя атмосфера днем и своя атмосфера в темное время суток. Здесь все подсвечивается, все очень-очень красиво. Выложена плиточка, все рестораны функционируют. Очень многие спрашивают, как ситуация по коронавирусу. Вот вы можете просто вот так вот обернуться, оглянуться, увидеть, что никто не ходит в масках, даже персонал типа охранников. В кафе там ребята, конечно, одевают. В магазинах спрашивают, но очень сильно редко. В целом здесь все очень спокойно и дискомфорт по ситуации вам никакой доставлен точно не будет. Итак, мы с вами сейчас проходим набережной реки Мзинта. Хочу вам показать небольшой ее кусочек. Палатки начинают работать полным ходом. Посмотрите, 4 штучки еще пока закрыто. Но в целом вот, все функционирует. Можно приезжать, покупать все, что вы хотите. Все здесь, ребята, функционирует. Фудкорты всякие различные. Все начало работу. Ура! Я, кстати, уже говорил, что ходят слухи, что сезон откроют 1 мая. Теперь это уже не слуг, это уже все в официальном источниках, что сезон 2021 будет открыт 1 мая. Множество пляжей уже заработает 1 мая. Не все, конечно, но большинство. То есть будут доступны уже лежаки, всякие бунгалы и так далее и тому подобное. То есть вы вот приедете, и здесь будет полный кайф. Я хочу вам сейчас показать реку Мзинту. Посмотрите, какой мощный поток. Смотрите, какое сильное течение. Кто давно за нами смотрит, я тоже неократно показывал. Она так прям повыходила нехило из берегов. Там вот посмывала косу, которая была. Ну и цвет, вы сами можете заметить, он, я не знаю, он уже приближается к черному. Но атмосфера в горах тоже, да? Там идут дожди. Вчера всю ночь тоже шел дождь, даже с утра был дождик. А сегодня все вот так вот распогодилось, и я сразу же стартанул вместе со своими в Адлер, чтобы показать, как здесь готовятся в каком-то спортивном уже режиме к встрече гостей, чтобы вы приехали, ваш отпуск был наполнен кайфом, короче, скажем так. Итак, вот эти бунгалы я тоже много раз показывал. Вот их сейчас уже начинают расставлять. Сейчас покажу, как их расставляют. Море сегодня бушует. Я здесь уже прошелся, оно просто уничтожает пляжи, выкидывает мусор на берег. Сейчас я вам все покажу. Вот волейбольная площадка, ребятки здесь уже играют. Все произдевались. На самом деле уже очень много людей загорает. Особенно те, кто здесь давно, например, как мы, вкусили, что такое сезон дождей, что такое зима, что такое весна в Сочи. И нам, конечно, очень сильно не хватает солнца. Хоть, в принципе, всегда плюсовая температура, но в целом дождики и серость, конечно, достала. Посмотрите, как сегодня бушует море. Кто-то скажет, да раза это волны. Ну, слушайте, ну, во-первых, для Адлера как бы это сильная волна. Во-вторых, камера не совсем передает всю мощь бушующего моря. Но мне так это нравится. Я вообще обожаю, когда море, это стихия вот так вот бушует. Это просто класс. Смотрите, вот они, беседки. Раньше они все стояли там. Скоро заработает, наверное, прокат. Сейчас вот беседки разложили. Бунгалы классные, такие соломенная крыша. Вот здесь вот бар уже тоже готовится в открытие. Кто будет отдыхать на этом пляже, то знайте, что здесь все вот эти кафешки, да, бары, рестораны. Какая-то часть работает до утра полностью. Ну, спокойно приедете, и как бы будет отдых 100% уже на майские праздники. Я точно знаю, что многие приедут сюда, приедут на этот пляж. Он кайфовый вообще. Посмотрите. Во-первых, это песочек. Здесь очень и очень мало гальки. А та галька, которая была, ее просто смыло штормом в море. Здесь открыли, наконец-то, прокат подушек. Здесь вот эта красная зона подушек. Кстати, 200 рублей сейчас стоит час. Скорее всего, на майские праздники цену подкинут, да? Посмотрите, сколько людей. Да, очень много людей уже загорает. Я уже видел, здесь купаются. Есть ребята, которые вон на сапах катаются. Ну, экстремально, конечно. Вот одного сейчас занесло сюда, и волной сбило. А про волны, посмотрите, докуда доходит волна. Прямо сюда. Вот докуда. Для тех, кто нас давно смотрит, мы здесь показывали пляж в спокойную погоду. Волна примерно. Ну, где-то вот там вот останавливают. Как сейчас подошла, только еще туда, как бы, блин, в море подальше. Посмотрите, какие волны. Ну, посмотрите, сколько они. Метра два, наверное, полтора. Посмотрите, прям стена идет. Не знаю, смоет нас, не смоет. Нет, не дошла до нас. Сколько пены, ну, гляньте. Прям стена. Метра три она даже, наверное. Бамс. Да, и вся галька, конечно, которая была, ее смыла. Видите, докуда волна доходит? Там дальше волна уходит еще мощнее, еще дальше. Сейчас пройдемся, покажу. Смотрите, какая сильная. Вот это. Воу-воу-воу. Так, нас с вами чуть-то она не намочила. Видите? Вот тут вообще был пирс. Вот тут шел пирс, его засыпало песком, засыпало галькой. Вот, видите, серфер сейчас подвал. Волну попадает, точнее, на сапах они. И, возможно, его просто сейчас собьет. А там вообще кашечное месиво. Ага, он хочет встать. Не получилось у него. Да, посмотрите. Ой-ой-ой. Чуть-чуть, еще чуть-чуть и все. Не гляньте, докуда доходит волна. Посмотрите. Волны затяжные, волны сильные. Вот тут обычно тоже есть галька родная, но ее, ее сейчас нету. Все, ее всю ушатало туда, куда-то унесло. Но зато сейчас хваст на песочек. Очень приятно. Ходите, она снова накрывает волна. Стой, волна. Не надо намочиться. Не хочу быть сырым. Вот так проходит реконструкция набережная. Завезли какие-то палки. Меняют тут ступеньки хорошо, отлично. Все красят. Тут, видимо, устанавливают новую спасательную вышку. Вот она будет серая. Ее вот буквально на днях не было. И сейчас уже все обустраивает. Вон туда, видите, сколько воды зашло. Вот волна за нее прям заходит, полностью ее накрывает. Вот видите, вот тут был пирс. Торчал прям этот волнорез. Вот, а сейчас его, короче, тоже, видите? Глядь, какая волна. Бам! Ну что, слабые волны? Ну, они, говорю, вот высоту. Ну, вот это слабенько, метра два, наверное. А так они метра три-четыре, наверное, поднимаются. Я обожаю вообще такую стихию. Вот прям, когда море не гладь, а вот так. Правда, грязная, конечно. Да, Сергей Мзым-то много что спускается. Это, кстати, вот заход на пляж Чайка. И мы сейчас с вами еще дальше чуть пройдемся. Так, детвора мои. Настенька сидит. Настенька, я туда. Так, вот выкинула какую-то бутылку. Много что мусора выбрасывает, но, по крайней мере, уже нет таких палок. Можно, конечно, еще поэкстремальнее. Вот, как видите, волна бьет. Зайти на волнорез, попробовать вместе с вами вот так вот поэкстремальнить, попробовать поймать волну. Давайте. Видите, как бьет сильно. Ой-ой-ой. Извините. Извините, мне просто спросить. Да. Я вот совсем не хочу намочить ноги, конечно. Пока до нас вода не доходит. Это хорошо. Видите, чуть-чуть осталось. И нас накроет. Я вот забрался на такую камеру, покрышку с бетоном. Видали, видали, что творится. Бау. Так. Ну вот почти. Смотрите, сколько пены. Как все пенится. И вот сюда заходит волна прям. Видите, прямо аж под зону отдыха. Вот, посмотрите, как пошла волна. Вообще. Что тут, ребята, вот эти баллоны готовят? Что-то тут засыпает цемент. Я не знаю, как бы, зачем. Но в целом нам, походу, надо бежать. Пока нас с вами не накрыло. Вот, видите, идет полным ходом реконструкция, обустраивают. Вот качели, видите, как стоят все в воде. И нам нужно попробовать сейчас здесь пробежать. Вода, видите, так вот доходит? Прямо до качелей. Я очень надеюсь, что меня не накроет волна. Так, попробуем. Эти, видите, видите, идет прям очень четко стелит. Завезли, кстати, вот лежаки. Все на трассу пока. Вот. И здесь тоже насыпало песка. Раньше побольше так торчал он. Гляньте, 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 как идет. Ух, вообще, ра-та-та. Так, волна меня прогнала. Да. Видите, здесь, видимо, стелили уже на стилы, которые волной просто посмывал, и их пока никто не собирает. Все поотваливалось из-за сильной волны. Да. Волна на море, это, конечно, жестко. Видите, видите, вот он плавает прям. Поломанный. Эти, в воде прям. Сейчас попробую, вот торчит аж. Вот так вот. И, видимо, начали выстилать уже, и пошла волна. Поэтому, кто будет здесь гулять, очень аккуратно валяются вот эти остатки вот настилов, и торчат гвозди. Но, в целом, все, люди уже кайфуют, уже много людей вообще прям приехало. Вообще, класс. Класс. Так что 1 мая. Welcome to Sochi. Welcome to Adler. Посмотрите все ролики, выберите для себя место, где бы вы хотели остановиться. Посмотрите, я, в принципе, достаточно много уже показал. Единственное, не показал западную часть Сочи. Дагомыс показывали, Мамайку показывали. В Лазаревское только мы пока не доехали, но все будет совсем скоро. Сейчас потеплее станет, чтобы было классно гулять, все отснять. Вот видите, что творится? Вот тут, видимо, все выстелили. Они, видимо, начали все выкладывать, и все, волна буф-буф, посмотрите, как все разбито. То есть люди старались. Ребята, а просто все, волна пришла, и все бабахло. А, кстати, вот я и говорил насчет гвоздей. Видите, торчат. Сам чуть не наступил сейчас. Поэтому погулять будет аккуратно. И вон опять настил, он, видите, его как подбрасывает. Да, вот такая у нас обстановка, ребята. Здесь, кстати, вот второй этаж сделали реконструкцию, открыли там ресторан. Ох, вот видите, как вот до куда волна доходит, даже не до сюда, она вон туда уходит. Так, а здесь, видимо, будет какая-то терраска, походу, делая. На ней тоже, видимо, будут установлены лежаки, как я думаю. Так, пойдемте с вами все-таки сходим немножко на волнорез. Немножко поэкстремалим. Ну, вот сюда вода заходит. Видите, как сильно. Но я надеюсь, меня не накроет. Но самое главное, что он не скользкий. Это вот сюда, когда идешь на волнорез, надо проверять, потому что там уже водоросли, а здесь пока прям идеально. Ну, классно же. Ух ты. Почти накрыло. Вот, кстати, сделали здесь еще такую одну зону. Вот ее вообще не было. Видите, установили здесь уже люди отдыхают. Видите, кто-то вот так вот плашмиолек на песочек загорает. Ну, все, прям комфортно, классно, ребята. Все, кто думал, прям приезжайте вообще смело. А сюда как-то река стекает. Хоть мост положили, раньше я ее просто перепрыгивал. И вот очередные разбросанные штуковины из-за штормов. Настилы. Так, идем прям рискованно, потому что волна в любой момент может побахнуть и нас накроет. Ну, вот видите, как? Вот куда, аж туда уходит. Такая вот шлаут-зона. Вот, почти, видите? Вот я только там прошелся. И волна. Почти-почти. Да, классно. Если, вот, камера жаль не передает, как брызги. Вот эти сейчас все прям тут. Я иду и прям как будто бы в такой, во влаге прям иду. Классно. Вот ребята строят бунгалы. Им видно, что мешает волна, потому что у них волна ворует вот эти деревяшки. Да, классно. Ну все, тут осталось несколько дней. Но я думаю, все, кто должны открыться 1 мая, они обязательно откроются и будут принимать уже гостей в Сочи. Да, очень классно. Я надеюсь, что теперь погода у нас устаканится. Будет вот такая вот солнечная. Каждый день будем загорать и совсем скоро будем с вами ходить и купаться, пробовать каждый пляж, так сказать, на вкус. Заработал, кстати, ресторан. Вот, да, можете заметить, вот его открыли. Здесь мы ходили совсем недавно буквально. Он был закрыт. Я тут прям в него заходил. Классно. Сделали, все покрасили. Как я и говорил, что очень надеюсь, что его покрасят. Вот его и покрасили. Отлично. Да. Видите гальку как смыло? Смыло воду гальку туда, куда-то. Так. А там за вот этим пирсом. Так, как нам пройти, чтобы нас не накрыло? Вот здесь, ребята, посмотрите, как. Делают стройку. Строят еще, видимо, одну чалаут-зону. Здесь будут стоять лежачки. Бунгало. Ну, здорово. О, тут вообще ребята, короче, все пораздевались уже. И... И загорают. Да, но здесь классно. Ой, волнорезы все разрушены. Вообще под воду ушли. Я говорю, где-то вот там он заканчивается. Волна обычно в спокойную погоду. А сейчас... Ведь как сильно такое. То есть вот все, весь пляж, она как бы смывает. Вот сейчас что-нибудь выстави сюда. И все. Ух ты. С двух сторон. Вот такая обстановка, такая атмосфера, ребята. В общем, Сочи всех ждет с 1 мая. Welcome. Оп, оп, оп. Очень аккуратно нас обошла. Видите? Просто пляж, где загорают люди. Отлично. Еще я хочу показать вам набережную. О, смотрите, здесь, кстати, застеклили вот это уже здание. Какой-то проект бешеный будет. Кто в курсе, что это, напишите, что здесь будет. Какая гостишка. Здорово. Единственное, что в каких-то местах вот эти лавочки, их обновили. Особенно вот в Амеретинке, все покрасили. Но здесь, видите, пока не стали это делать. Не знаю. Вот, кстати, этот ресторан сверху. Пройдем сюда немножко по набережной. С вами посмотрим, сколько здесь людей, какие кафешки. Вы заодно присмотритесь. Для себя, может быть, сразу определитесь, куда вы будете заходить. Столовая Кафе Гусь. Красивая, современная и новая, между прочим. А такие столовки в любом случае приветствуются, когда они новые. Да. Вот такая атмосфера. Все в футболочках. Сколько сегодня градусов? Наверное, 22. Единственное, дует небольшой ветерочек. Вон, собаки греются. Молодцы. Люди уже кайфуют. Ну, классно вообще. Ну, кто спрашивает про погоду часто, да, как погода, как погода. Вроде сейчас по Яндексу все, дожди прекращаются. Ну, может быть, иногда что-то там подкапнет, а в целом все, сейчас будет погода вот такая классная. Ух ты. Остров Мармелада открыли. Я даже, кстати, не видел. Вот. Сюда можно с детьми зайти. О, ну да, вообще классно. Так, здесь что-то еще закрыто. Вот сверху вот эта челлаут-зона, где мы с вами проходили по пляжу. Так люди сидят, кушают пиццу. Вот такое заведение называется фрегат, кафе и ресторан, и бар. Так, и проход в отель. Все лавочки, которые работали раньше летом, потихонечку открываются. Вот столовая тоже уже открывается. Раньше она была закрыта. Ну, а первое, конечно, когда вы приедете сюда или на майские праздники, то однозначно, я уверен, что дискомфорта вы никакого не испытаете. Здесь вот все больше завозят уже детских всяких штуковин. И на мое удивление, почему-то вот здесь закрыто кафе и тир, хотя они все время работали, а сейчас закрылись. Ну, странно. Возможно, не поделили. В этом году, кстати, много что было в том году, много что функционировало зимой, уже не работают. Из-за высокой конкуренции. Ну, и короче, большие игроки сжирают. Ну, и вот тут все заработало уже. Все прилавочки, все магазинчики ждут, ребята, вас, когда вы приедете. Вот сверху вот такая обстановка. Вот так вот, ребята, все смывает здесь. И не дает спокойной атмосфере готовиться к сезону ребятам, которые облагораживают пляжи к вашему приезду. Классно, солнечно и кайфово. Людей много, уже много, очень много. Уже чувствуется поток, поток туристов. Ну, это и, конечно, хорошо. Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Показал вам установку, как здесь готовятся, как Адлер ждет вас всех. Приезжайте в конце выпуска. Кто не поставил еще лайк в самом начале выпуска, поставьте обязательно и уделите одну минуту своего времени. Сделайте репост данного видеоролика в свои социальные сети. Это очень поможет как каналу, так и данному видеоролику в продвижении. И заранее я вам говорю спасибо за поддержку. Всем пока, всех обнял.